Во Дворце детского творчества прошла очередная встреча в рамках проекта «Профтренд». В этот раз организаторы немного изменили формат, не было привычных лекций, заданий и мастер-классов. Вместо этого организаторы предложили ребятам в режиме открытого диалога побеседовать с тремя представителями ядерного центра, которые достигли определенных высот в профессии, стали лидерами в своем коллективе и нашли себя вне работы. Сегодня мы хотим, чтобы ребята задали вопросы, которые их волнуют в данный момент, которые они, может быть, стесняются или боятся задать своим взрослым, которые их окружают. Одним из героев встречи стал Дмитрий Глуходедов. Он работает в ядерном центре 20 лет. Пришел на должность инженера-исследователя. Сейчас руководит отделом в Институте ядерной и радиационной физики. Мужчина рассказал ребятам о своих студенческих годах, жизненных ценностях, увлечениях, достижениях в личной жизни и карьере. Замечательная встреча. Дети очень активные. Они стесняются задавать вопросы. Каких-то сложных вопросов я бы не сказал, чтобы были сложные. Просто не очень удобно сформулированные. Сложностей не было больших. Многих молодых людей сегодня отпугивает секретность и невозможность выезда за границу для сотрудников в НИЭФ. Однако Дмитрий считает, что этот недостаток с легкостью перевешивают все плюсы работы в ядерном центре. Какие люди работают там, увлеченные своим делом. Что они и не только своим делом, а просто люди сами по себе интересные, которые увлечены чем-то еще помимо работы. Что, ну, допустим, что во ВНИЭФ есть не только, во ВНИЭФ и Сарове есть не только как заняться, что там работой, что можно много чего найти еще. Впервые участие в профтренде принимали ученики 11-й школы. Кто-то из них планирует пойти на работу в УРФЯЦ в НИЭФ. И подобная встреча помогла ребятам понять, как достичь своей цели. Интересно узнать, как люди пришли к НИЭФу, к такой работе, их жизни до того, как они стали работать во ВНИЭФе и каким образом они достигли такого уровня. Следующая встреча в рамках проекта «Профтренд» пройдет во Дворце детского творчества в пятницу. Ее тема – тайное оружие, социальные сети. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.